Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Куда? Назад! Назад в машину! Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сын Георгия Митревелли только что сбежал Что? Оказав сопротивление милиции А невиновные Невиновные не сбегают Субтитры делал DimaTorzok 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 Стоять, кому говорят! Субтитры делал DimaTorzok Димура? Димура? Субтитры делал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры делал 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 DimaTorzok Мам Давай ты приляжешь Пойдем я тебя проведу Мамочка Ну, не молчи, пожалуйста. Скажи хоть что-нибудь. Вот и помянули Толю. Даже если это выстрелил Тимур, то зачем? Зоя. Зачем он это сделал? Он защищал своего бандита от Сали. Ему угрожала опасность. Паша, я не могу в это поверить. Этого не может быть. Скорее всего, это получилось случайно. Мам, ненавижу. Даже если не хотел. Даже если случайно ненавижу. Как ты можешь его оправдывать? Он убил твоего отца! Он убил твоего отца! Прости, прости, милочка. Прости, прости, тише. Тихо! Что ты там услышал? Ветки трещат. Да ветер это. Идем проверим. Ну вот смотрите, сколько крови, а? Как вы его могли не заметить? Темно было, товарищ полковник. Темно. А фонарики вам зачем? Два мудрых человека, одного раненого преступника не могли найти. Да мы ведь не знали, что он раненый. А я вас отправлю на переаттестацию, тогда и узнаете. Ну вот здесь же он сидел. И долго сидел. У нас такой кровопотери он далеко не уйдет. Алло. Не Чипр говорит. Нужно прочесать лес от третьего до шестого квадрата. Параллельно проверить все больницы. У преступника пулевое ранение и большая потеря крови. Действуйте. Ну что стали? Пошли. 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 людей не на такое способны? Нет. Нет, у меня в голове не укладывается. Марта, а вы тоже думаете, что Тимур способен на убийство? Я его плохо знаю. Я просто делюсь своим опытом. Боря мне когда-то причинил тоже очень много зла, и я до последнего не хотела верить, что он на это способен. Просто, когда любишь человека искренне, всем сердцем, ты не можешь оценивать его объективно. Вы все еще любите папу? Слушай, девочка моя, если бы ты знала, как мне режет слух, когда ты меня называешь на вы. Извините, точнее, извини. Нет, ничего, я понимаю. Тебе нужно время, чтобы привыкнуть. Я так надеюсь, что рано или поздно ты назовешь меня просто мама. Зоя, девочка, я тебя чем-то обидела, что... Нет, нет, нет. Наверное, вы правы. Не стоит слепо доверять людям. Возможно, мне нужно вычеркнуть его из своей жизни. Здравствуйте, я к Павлику. Он сейчас дома? А где же ему еще быть? От матери ни на шаг не отходит. А как оно? Так плохо. Ценными днями сидит и плачет. Еще на поминки как-то взяла в себя в руки. А когда милиционеры ломились в дом, еще Тимура во всем обвинили. Все по новой. Раскаю, Иван, ну неужели вы верите, что Тимур мог это сделать? Но вы ведь хорошо его знаете. Он мне говорил, что вы всегда были на его стороне. Но все улики против него. Ну, улики могли и подделать. Девочка моя, что нам остается? Молиться Богу и верить, надеяться, что твой брат ни в чем не виновен. Я пройду к Павлику. Сейчас тебе там нечего делать. Почему? Твоему Павлику надо время. Пусть горе уляжется. Он меня совсем не хочет видеть. Хорошо. Постой здесь. Я сейчас его позову. Спасибо. Здравствуйте. Я прошу прощения, что отвлекаю вас от работы. Я на минуту. Зоя, как ты? Я в норме. Я пришла сказать вам всем, что несмотря на все навалившиеся на нас неприятности, наша компания будет продолжать свою работу в привычном режиме. Заказов у нас хватает. В магазине тоже дела идут хорошо. В общем, жизнь продолжается. А это рабочее место, господи Начинати. Этот человек у нас больше не работает, так что попрошу вынести его вещи из мастерской. Куда вынести? Можете их выкинуть. Но эти вещи не должны здесь находиться. Зоя Анатольевна, я сейчас все в ящик соберу и в подсобку отнесу. Зоя, послушай, мы все искренне соболезнованы твоей утрате. Но я много лет знаю Тимура. Я никогда не поверю, что он способен на убийство. Этого просто не может быть. Спасибо вам, Яков Иванович. Я вас услышала. А теперь давайте, пожалуйста, обсудим более важные темы. Ко мне есть какие-то вопросы? Нет? Хорошо, тогда я не буду вас отвлекать. Зоя, а кто возьмет на себя работу Тимура? Что? Работу, господи Начинати, мы поделим поровну. И, пожалуйста, не произносите при мне имя человека, который убил моего отца. Павлик, дорогой, как ты? Каби, зачем ты пришла? А что, не надо было? Я просто очень по тебе соскучилась. Ты должна понимать, что мне сейчас не до тебя. Павлик, я все понимала. Правда, все. Просто я хотела хоть с тобой поговорить. Ты не отвечаешь на мои звонки. Говори, я слушаю. Зачем ты так? Дамя, мне сейчас тяжело. Очень тяжело. Пожалуйста, давай не будем устраивать ссоры. Зачем ты хотела поговорить? Просто хотела спросить, когда ты будешь дома? Дома. Ты же понимаешь, что я не могу сейчас оставить маму? Конечно, я понимаю. Но когда ты будешь завтра? Я не знаю. Я тебе позвоню. Когда? Когда с мамой. Слава Богу, приехали девочки мои. Зелочи мои. Как она в самолете, не плакала? Ну, немножечко. Сначала хныкала, а потом и спокойно. Оксана, отнеси ребенка и положи спать. На, как ты? У тебя все нормально? У меня все в порядке, бабушка. А давай мы с тобой присядем, и ты мне все подробно расскажешь, что у вас здесь произошло. Ой, тут такое творится, что голова кругом идет. Вчера мы собрались помянуть бедного Толю Мовчана. Как вдруг влетает этот полковник Нечипар со своими людьми и говорит, что Тимур арестован, что это он убил Толю. Что он целился в Бориса, а убил Толю. Подожди, а у него что, есть какие-то доказательства? Ну, он сказал, что отпечатки на пистолет от Тимура. Понимаешь? А потом, когда милиционеры вывели его на улицу, Тимур как-то их всех обхитрил, вскочил в свою машину, и вот сейчас он в розыске. Как же это все не вовремя. У меня же на следующей неделе суд по удочерению. Спасибо тебе, Тимур. Очень ты мне помог. Век тебе этого не забуду. И я до последнего момента верила ему. А теперь, после побега, я даже не знаю, что думать. Ну, все понятно. Ты мне, бабушка, расскажи, как там Заряночка. С ней все хорошо. Да, с ней все хорошо. Да, я тогда пойду ее проведать. Наташенька, Наташа, не ходи сейчас к мовчинам. Ну, погоди, что в этом такого, что я пойду и посмотрю на ребенка? Я сама тебе ее принесу. Люба сейчас в таком состоянии, что не стоит ее тревожить. Ну, хорошо. Тогда неси мне ее поскорее, потому что я очень по ней соскучилась. Ну, и Наташа, думай. С мужем, преступником, беглецом тебе точно никакое удочерение не светит. Алло. Да, Мишенька, как твои дела? Мама, у меня плохие новости. Отказали в условно-досрочном. Суд отклонил прошение. Как? Ты же говорил, что все хорошо. Что на тебя нет нареканий. Я не знаю, мама, не знаю. Обычно, если руководство колонии дает хорошую характеристику, все идет как по маслу. Сам начальник был удивлен. Я так надеялся, я так ждал. Мишенька, послушай меня, я завтра же позвоню судье Шурову. Может, он мне что-то объяснит? Попытайся что-то выяснить. Мам, я не могу долго говорить, прости. Дома все хорошо? Да, у нас все нормально. Передавай им всем привет. Не волнуйся за меня, мам. Я держусь, все в порядке, пока. Спасибо. Пожалуйста. Пожалуйста. Пожалуйста, Памечка. Пожалуйста. Пожалуйста, immigration. Еще согласен. Боже, не слабая, ты. Чего? Пожалуйста. Пожалуйста. Но не бывает так, что все чисто, гладко, а потом бац, и отказ. Надо. Здравствуй, Семен. Порасковья Ивановна, а как вас пропустили? Там же менты охраняют, чтобы я не сбежал. Пропустили. Баба Пораска знает методы. Извини, Сеня, но я к тебе без пирожков и без гостиницев. Да ничего, все нормально. Меня тут нормально кормят, хорошо. Все в порядке. Нет. Ты мне в глаза смотри. Да не мог я вам сказать, что Борис жив. Не мог, я ему слово дал. Слово он дал? Да ты хоть бы намекнул мне, что мой сын жив. Поршивец ты, не охранник. Сновал туда-сюда. Командировок он себе понавыписывал. Ну, простите меня. Простите. Болит? Нормально. А что врачи говорят? Да что говорят, заживают быстро. Но я не спешу выписываться. Меня же отсюда сразу в СИЗО повезут. Ну, ты тут держись, не вешай нос. Я чем смогу, всем тебе помогу. Что? Про Борю. У тебя есть какие-нибудь мысли про Борю? Куда он мог податься? Он точно не ранен? В этот раз я действительно ничего не знаю. Но я правду говорю. Я верю. А про Тимура ты уже слышал? А что с Тимуром? Тимуру предъявили обвинение, что это он застрелил Анатолия. На пистолете нашли отпечатки его пальцев. А он сбежал. Теперь скрывается. Вот так поворот. Засиделась я у тебя. Родным сообщить, что ты в больнице. Так нет у меня никому, кому сообщать. Ясно. Тогда я буду к тебе заходить. Спасибо тебе, что ты всегда был помощником и верным другом моему сыну. Иван, спасибо. Поправляйся. ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Вы по какому вопросу? По вопросу моего сына, Михаила Матревали. Ему отказали в условно-досрочном освобождении. Я бы хотела узнать, по какой причине отклонили его упрошение? Многим отказывают. Я не обязан вам разъяснять судебные решения. Простите, у меня нет времени. Все-таки уделите мне пару минут. Хорошо. Говорите только быстро. У моего сына прекрасные характеристики начальника колонии. К тому же ректор Академии искусств, в которой учился Миша, дал мне слово о его восстановлении. У меня есть справка, в которой сказано, что Миша может приступать к обучению. Я прошу вас, приобщите ее к делу. Дело вашего сына пересмотру не подлежит. По старой памяти я сделаю для вас исключение и разъясню вам свою позицию. Преступление, по которому осужден ваш сын, относится к тяжким. Я считаю, что ваш сын, Михаил Георгиевич Матревелли, не прошел должного перевоспитания и на данный момент представляет угрозу обществу. Он будет сидеть весь срок. Владимир Алексеевич, я прошу вас все-таки... Так, точка. Будет сидеть. А теперь уходите. Вы и так отняли у меня слишком много времени. Нужно было правильно воспитывать своего сына. Не вырос бы уголовником. Доброе утро, мама. Доброе утро. Завтрак уже готов. Я такую шикарную кашу сварил. У меня даже Зоя похвалила. Уплетала за обе щеки. А это я для тебя. Специально вторую порцию приготовил. Хорошо, сынок, я позже ее съем. Нали мне, пожалуйста, чашку кофе. Мам, кофе тебе пить натощак не следует. Ну, ты же сама мне говорила, что это вредно для желудка. Сначала надо позавтракать. А где Зоя? Убежала на работу. Говорит, у нее там много заказов. Без нее не разберутся. Зоя у нас сильная. А я так не могу. У меня все из рук валится. Мам, все будет хорошо. Мы справимся. Будем друг друга поддерживать и обязательно справимся. Спасибо тебе, сынок. Спасибо, родной. Ты у меня самый замечательный. Ты, наверное, хочешь вернуться к себе на квартиру? Ты иди. Обо мне не беспокойся. Я туда не вернусь. Я решил, что буду жить с тобой и Зоей. Если ты не против, конечно. Ну, как я могу быть против? Вот это же и твой дом. Значит, вы с Габи поссорились? Нет, но... Я не могу жить с девушкой, брат которой убил моего отца. Хорошо, сынок, живи с нами. А где сейчас Заряночка? Наташа вернулась из санатория. Взяла ее на прогулку. Ирина Игоревна, вы... Вы уже слышали, что произошло с моим мужем? Нет, а что? Его обвиняют в убийстве. Что? Да. Я, разумеется, не верю в его вину, но он оказался в сопротивлении милиции и до сих пор где-то скрывается. Очень неприятная ситуация. Да. И следующее слушание по поводу удочерения совсем скоро. Я хочу спросить, эта ситуация, она как-то повлияет на мое положение? Подождите, но если вы замужем за беглым преступником, то шансов на удочерение у вас нет. Вообще никаких? Абсолютно исключено. У вас нет ни единого шанса. Но есть же хоть какой-нибудь выход из этой ситуации. Есть. Но, боюсь, он вам не понравится. Я сделаю все, что вы скажете. Вы должны развестись с мужем. Причем в кратчайшие сроки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Спасибо, можете идти. Рад вас видеть. Присаживайтесь. Может быть, чай, кофе? Я бы от горячей ванны не отказался. Васогий Ильич, ну, потерпите еще немного. Завтра вы получите условный срок и выйдите на свободу. Гарантируете? Судья Шуров всегда держит свое слово. Да вы, в принципе, Владимир Алексеевича знаете не хуже меня. Это тот человек, на которого можно положиться. Ладно, давайте о делах, что ли. Да, именно ради этого я вас и вызвал. Что насчет Тимура? Поймали? Нет. Нет, ищем. И обязательно найдем. Я знаю, как вы ищете. Но старший сын Георгия находится на нелегальном положении. Так что он нашим делам не помеха. Что с Георгием? А вот Георгий, как в воду канул. Но зато поступали сигналы от жителей прикорпатских поселков о том, что видели двух мужчин, похожих на Кравца по описаниям, и Матревелли. Сразу двоих? Ну, свидетели так говорят. При этом из разных мест. Быть такого не может. Эти два ненавидят друг друга лютой ненавистью. Я не знаю, что могло их объединить. Безумцы. Все, отпускай. Все, привал. Воды не осталось. Воды не остались. Давайте. Воды не остались. НАПРЯЖЁННАЯ МУЗЫКА Еды тоже нет. Надо бы раздобыть провизию какую-нибудь. Должна же быть какая-нибудь деревня рядом. За Светлова деревню нельзя засекут. Отдыхаем тут, ждем ночи. Отдыхаем. УДАР Э-э-э! Ты... ты не окочурся раньше времени. Я тебя должен придушить собственными руками, Боря. Нехорохорся, Жора. Еще посмотрим, кто кого. Посмотрим. Ты прекрасно выглядишь. Правда, не обманываешь? Сущая правда. У тебя румянец появился на щеках. Раньше глаза были уставшие и потухшие. А сейчас прям как в юности. А я и правда себя чувствую помолодевшей. А может, пришло время совершить небольшое путешествие в соседний поселок? Как ты к этому относишься? Гена, это обязательно. Но рано или поздно тебе придется снова жить среди людей. Вернуться домой. Нет, только не домой. Женя, у тебя есть дочь и внучка. Представляешь, как Наташа переживает, беспокоится. Что с тобой, где ты? Гена, ей нет до меня никакого дела. Не говори так. У тебя прекрасная дочь. Гена, ну пожалуйста, ну не заставляй ты меня. Я за последние пару недель вообще ни одной живой души не видела. Ну, кроме тебя, конечно. Ген, мне здесь, на ферме, мне очень хорошо. Мне спокойно. Пойми, я не хочу ничего менять. Хорошо, я понимаю. Да, Жень. Но знаешь, я тоже не хотел говорить тебе этого, но... У меня деньги на исходе. Урагу. Да. Я в последнее время забросил всю работу, а все сбережения ушли на твои поиски. Одной бомжихе мне пришлось заплатить за информацию о тебе месячную выручку. До копейки. Ты потратила за меня все свои деньги. Ген, ты не шучишь? Да какие тут шутки. Дорого мне это обошлось. Я ни о чем не жалею, Женя. Но корм для скотины покупать не на что. Боже мой, Гена, мне... Мне так жаль, прости. Я же не знала. Мне так неудобно. Гена, если я могу чем-то тебе помочь, я... Вообще-то есть одно дело. И ты с ним легко справишься. Ну, на велосипеде ты ездить умеешь. Ну да. Очень хорошо. Сейчас направо, а потом все время прямо. Через два километра будет село. Там у них небольшой рыночек рядом с автобусной остановкой. Смотри, не упади. Сама понимаешь, товар бьющийся. Ген, я как-то не очень себя представляю в роли продавца. Ну, это очень просто. Скажешь, что молоко с фермы Гена Шульгия. Сразу раскупят. Ты даже твою фамилию не знала. Теперь знаешь. Ну что, готова? Гена, может, ты лучше со мной поедешь, а? Велосипед-то все в один. Да и на ферме столько работы. Потом, я уверен, у тебя все получится. Вперед! Ну да. Давай, пособлю? Давай. Оп! Молодец! Счастливой дороги! Боря! Боря! Сбежал, сучонок, по-тихому. Знал же, что сбежит. Надо и самому валить отсюда, пока ментов не привел. Застряли мы здесь, Жора. Надолго застряли. Что случилось? Дорогу чертям размыло. Ни пройти, ни проехать. Грязи по колено. Ночью из-за дождей селевые потоки с гор сошли. Вот так. Вот черт. Но в этом, я тебе скажу, есть свои преимущества. В ближайшие дни нас точно никто искать не будет. Так что можем немного расслабиться. Расслабишься тут. Жрать что будем? Что Бог пошлет. Здравствуйте. А я молоко привезла. Это с фермы Гена Шульги. Ты працюешь на нього? Ну, можно и так сказать. А звідки приїхала? Я из Львова. Та ну, не вже там так погано з роботою? Да, тяжелые времена. Тоді сідай доню поруч зі мною. Ми твоє молоко швидко продамо. Так. Так. Аааа! Черт. Черт, черт. Ох не зграва. Иде тільки Гена таку криворуку знайшов? Куди пішла? А прибирати хто буде? ТЕЛЕВАНИЧИВАНИЧЕСКАЯ МЕЛОДУЮЩАЯ МУЗЫКА На здоровье. ТЕЛЕВАНИЧЕСКАЯ МЕЛОДУЮЩАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Вы меня простите, пожалуйста, мне пить очень хочется, а деньги дома забыла. Вы не могли бы налить один стаканчик долга? А звідки ты? В гости до когось приехала? Я с фермы, которая прямо за селом. С фермы Генеш Ульги? Да. Тебе никаких вопросов? Тебе пива чи квасу? Квасу нам, пожалуйста. Будь ласка. Квасу. В окно било солнце. Префект проводил Мегре до двери и дружески пожал ему руку. Мегре, однако, не знал, вызовет или нет его поведение недовольство в высоких сферах. Он медленно раскурил одну из своих трубок и сделал несколько коротких затяжек. Считаны... А вы что здесь делаете? Читаю. Да? Ну и что вы читаете? Жорж Семенон, Мегре и господин Шарль. Значит, убиваете время чтением детективов. Ваши коллеги там с ног сбиваются. А вы здесь нашли себе укромное местечко, да? Я для пациента читаю. Он тут целыми днями один. К нему никто не приходит. Ну что, ему вслух читаете? Ну конечно вслух. Зачем? Он же вас не слышит. Почему это не слышит? А вдруг слышит? Слушайте, что за ерунда? Вы врач или кто? Этот человек в коме, он не может вас слышать. И в любом случае, для ухода за пациентом есть медсестры, а вы нужны в отделении. Ну что вы на меня так смотрите? Я что, неясно сказал? Займитесь делом! Я этого пациента не оставлю. Считайте, что я взяла отпуск за свой счет. Он что, ваш родственник что ли? Нет. Он просто очень хороший человек. Развели эту богадельню. В считанные минуты, он только что решил свою будущность, которая совсем скоро должна была превратиться в реальность. История-то. Чтобы эмульнистративной рекорды не было, Скажем, какие-то голосовые дешевые дешевые дамы. Мы принесли. История-то сега, Не знаю, колья! Все! Все! Что же есть для врача? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Павлик не звонил? Нет, он не хочет больше со мной разговаривать. Ну, попытайся его понять. У него умер отец. Виновником считают твоего брата. Конечно, это неправда. Конечно, все скоро выяснится. Но пока. Пойми, ему действительно сложно тебя видеть. Дай ему время прийти в себя. Мама, у меня нет времени. Я беременна. Доченька. Господи. Ты же первая хорошая новая за последнее время. Привет. Я не поздно. Как там наша девочка? Я так бы не соскучилась. Можно взять ее на руки? Она только что заснула, Наташ. Понятно. Зоя, чего пришла? Я только что из ЗАГСа оформила развод с Тимуром. Вот как быстро? Ну, скоро суд по удочерению. А с мужем, который скрывается от закона, у меня нет никаких шансов получить Заряночку. Так что теперь мы с тобой на равных. Хобби незамужние. Понятно. Зоя, я чего это говорю? Чтобы все по-честному было. Или как бы там ни получилось, мы ведь с тобой не враги. Спасибо, Наташа, что предупредила. Это все из-за Тимура. Все наши проблемы, взаимные обиды. Ты знаешь, лучше бы вообще его никогда не было в нашей жизни. Я пойду. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот, к вам гость. Тебя отпустили? Как ты посмел явиться в мой дом после всего, что натворил? Елена Станиславовна, уделите мне несколько минут, и я оставлю ваш дом. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Арсений Андреевич, вам еще долго? Не знаю, Мария Ивановна. Еще с бумагами разобраться надо. Ну, то иди на все добре. Что-то еще, Мария Ивановна? Тимур? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин